Обычно для чего это надо? Мы используем это в жизни, используем в принципе и в каких-то больших компаниях, но чаще всего эти вопросы этические возникают, когда какое-то кризисное решение нужно принять. Есть такая профессия, может быть слышали, трабл-шутер, то есть те, кто пристреливает проблемы дословно, то есть они приезжают, решают проблему и уезжают. Правило, они решают именно этическим способом. Например, такой известный случай с компанией Nike произошел. Они выпускали свою обувь на заводе в Африке, в какой-то очень бедной стране, и столкнулись с такой проблемой, что целые деревни ходили в этой обуви, с производства она исчезала, то есть они там конкретно не досчитывались сотен пар обуви, и никак не могли решить проблему, не могли не поймать, переносить с завода было бы дорого, нанимать дополнительно охрану было бы дорого. Может, у кого-то есть предположение, как можно было решить этот вопрос? Вообще гениальное решение они придумали. А путь населения? Нет. Они оставили в этой стране производство левого кроссовка, а правое отправили в другую страну производить. Все. То есть таким образом, ну, воровать два правых как бы особо никому не надо, да? То есть гениальное решение, оно не затронуло... Да, да. Оно не затронуло, не пришлось людей увольнять, никого там сажать за кражи, не дополнительно нанимать охрану, ничего. То есть таким образом это как win-win, да? Все в выигрыше. Вот это этически верное решение. Это пример, как работают американцы. Теперь пример, как работают русские. С русскими это бы не прошло. Да, с русскими там есть несколько другая. Там был холдинг, которому надо было сокращение. Такое значительное сокращение половину персонала должны были уволить. И, собственно, уволили. Часть, ту, которая осталась, перевели на какие-то там не очень подходящие должности. И все вот эти задачи вынесли на аутсорсинг. То есть, ну, другим фирмам поручили. Что получилось? Там работало очень много женщин в этой компании. Они начали отставить свои права, связываться с журналистами. В общем, там пикеты и так далее. Пригласили, конечно, этого трабл-шутера. И он дал решение, ну, скажем так, этически спорное. Он дополнительно нанял несколько женщин, которые создали конфликт. Начали говорить, а вот там, мне говорят, что ты на работе, там, допустим, сидишь, ничего не делаешь. А ты вот такая сякая, ты толстая, ты глупая и так далее. В итоге эти женщины, они полностью переключились на разборки между собой и, как бы, конфликт утих. И уже они не захотели работать в такой обстановке. Все спокойно ушли, разошлись и конфликта нет. С одной стороны, как бы, проблема решена. И тоже достаточно таким способом, ну, скажем так, для фирмы бескровным. Но где для фирмы идет плюс, для ее работников очевидный минус. Ну, я уже не говорю про какие-то там откаты кармические, что, вероятно, тоже при таком решении им будет. Это вот вариант того, когда может сработать половинчатое решение, но этически, насколько это верно, и как после этого этот трабл-шутер спит, ну, мне сложно сказать. Чтобы такой вот ерунды не было, был составлен определенный алгоритм. Значит, вот это все, то, что мы до этого записывали, да, это нам надо для того, чтобы сформировать потом свою субличность, да, поэтому мы это пока отставим. И сейчас разберемся с алгоритмом. Алгоритма 9 пунктов всего. Первый пункт, это, собственно, ну, понятно. Первый пункт, это просто хотя бы определить, что эта проблема этическая есть. Потому что, если мы ее не назвали, да, если мы применили, что мы, например, проверяем свою компанию, а не шпионим, то как бы и проблемы нет. Для этого, чтобы ее определить, нам нужно знать, какие существуют конфликты ценностей. Эти конфликты могут быть с кем-то, а могут быть и только у нас в голове. Но как только мы увидели вот этот конфликт, мы уже можем на него посмотреть сверху и решить его. Есть, в принципе, четыре вида конфликтов. Это конфликт индивидуума общества, то есть для кого хорошо, для кого плохо. Следующий конфликт, это долгосрочные и краткосрочные интересы. Да, то есть сейчас хорошо, потом плохо, или наоборот. Потом истина против преданности и справедливость против милосердия. Здесь как-то обычно люди так настораживаются. Это все очень просто. Предположим, мы работаем где-то на рынке, условно. Продаем с напарницей, ну, допустим, помидор. И она говорит, а давай-ка мы вот ящичек продадим по цене, ну, такой, чтобы нам с товарчиком было. Здесь какой конфликт получается? По сути, честность, да, и лояльность к нашей напарнице. Как мы его будем решать, на самом деле? Соглашаться, не соглашаться, это уже как бы в зависимости от наших точек сборки и так далее. Но если мы вот возьмем один из этих моделей, да, одну из этих моделей, то мы уже видим, что это истина, правда, да, против преданности. То есть между межличностными отношениями. Как только мы это увидели, мы над этим поднялись, мы видим, что здесь конфликт. В принципе, на этом проблема может быть исчерпана. Если здесь есть эстетический конфликт, лучше туда не лезть. Это самое простое решение, которое только можно принять. Еще один момент – сохранить лицо, да. Раз уже начал какую-то фигню делать, уже доделал ее до конца. Это чисто наш вот, наш менталитет. Или начал, надо закончить. Это чисто вот менталитет. Вот эти малышки есть. Значит, определили мы нашу проблему. В общем-то, на этом этапе проблема уже может отклониться. Да, то есть раз мы видим проблему, мы ее оставили, мы просто в эту ситуацию не входим и все. Но если нам ее все-таки надо дальше решать, нам нужен сбор фактов. Это тоже такая интересная штука. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok